В судебных разбирательствах иметь бы факты, документально в виде воевалдия гласящих, проставлены часы, минуты, годы, даты, вещдоки сохранить бы для суда тем паче, но очень часто из этого по списку нет ничего, но косвенно в потемках лишь улики. К разгадке преступления клан не подпустит близко, иначе все преступники давно бы в стенку влипли, но есть здесь ждитель Бог, бардак весь допустивший, пока еще в проекте судом своим грозящий, и верующий слово сверяя станет тише, по удовольствиям его козлы не скачут. Все тайное, все скрытое Бог выведет на суд. И заново отснятое наложится на память. Тьмы ангелов дела всех живших принесут, и страшно окончательный вердикт уже настанет. Считаю, больше всех церковники грешат, когда заочно льстят и очность вверх кощунством. Канонизации и отрыжки, анафемы вершат, в богатыри-гиганты пролезет самый щуплый. Бог, только Бог все знают намерения, и только Он один вещь доки сохранит. На страшном том судилище не будет горя прений. В чужую душу кто до донышка прорик? Мыслишки есть немыслимые, бессмысленные и горды, но и они паршивые не спрячутся безлико. На оговорке подкупы, на ложь надет намордник, и вытрясет Господь из нимба бритой базилики. И нам ли рассуждать о святости других, за сотни лет опередивших здешних, их благовестия, упряжку, попробуй, запряги, отправь с апостолами, с посохом и пиршем. До судной вечности мы в тайных пересудах, не подсудны, и на листалищиках в лидеры пробиться. Судьей и верующим быть смертельно трудно. Судейств уже неверующих не допускайте близко. 22 марта 2009 года